Здравствуйте в студии Олег Хилл. Сегодня в выпуске. Борис Джонсон заявил, что медицинских работников можно перемещать по стране для борьбы с их нехваткой в больницах. Главный эксперт по болезням Шотландии предположил продление ограничений до апреля. Предотъездные тесты для людей, желающих въехать в Англию, будут отменены. По словам ученых, во Франции был обнаружен еще один вариант COVID. Плата за роуминг вводится для миллионов жителей в этом году. ИИИ и Vodafone будут взимать плату с клиентов, которые путешествуют в Европу. Мусорные баки и контейнеры для вторсырья по всей стране переполнены из-за приостановленных сборов. Темза выйдет из своих берегов. В студии, несмотря ни на что, Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 4 января. Итак, к новостям. Госпитали отзывают персонал из отпусков и выходных для того, чтобы поддержать работу больниц в условиях кризиса здравоохранения, который подпитывается новым штаммом омикрон. Глава конфедерации НИЧС Мэтью Тейлор сказал, что система находится в состоянии кризиса. И больницы ищут медиков для того, чтобы восполнить нехватку персонала. Это произошло после того, как каждый десятый сотрудник заболел или самоизолировался в результате заражения коронавирусом. А премьер-министр Борис Джонсон заявил, что медицинских работников можно перемещать по стране для борьбы с их нехваткой. То есть можно их брать из одного района или из одного города и отправлять совсем в другой. Документы, которые просочились в прессу, показывают, что кадровый кризис в больницах усугубился в канун Нового года. И цифра подскочила до 87 тысяч сотрудников, которых не хватает в НИЧС. В целом 110 тысяч сотрудников не работали перед праздниками. И сейчас в том числе 50 тысяч из них болели ковидом. Интересно. Получается, из 111 тысяч всего 50 тысяч болели, а остальные просто гуляют на праздники. Трастам было приказано готовиться к тому, что в наихудшем сценарии каждый четвертый будет отсутствовать. Борис Джонсон сегодня пообещал позаботиться о нашей, как он сказал НИЧС, любым возможным способом. Ну, так сказать, именно эта фраза меня и пугает, когда любым возможным способом из любого района в любой будут перекидывать наших специалистов. Значит, вы приехали сюда из Дульцево? Это далеко? Небольшая деревенька под Габриловкой. Где? Недалеко от Грачевки. Да, там я сошел с поезда, конечно. Простите, я здесь ничего не знаю. Новости Шотландии. Главный эксперт по болезням Шотландии Джейсон Лейч столкнулся с негативной реакцией после того, как он предположил, что текущий запрет в связи с ковидом, то есть текущее ограничение в связи с ковидом в стране на большие публичные собрания может действовать до апреля. Национальный клинический директор Джейсон Лейч предположил, что ограничения продлятся до весны, когда его спросили о том, как гостиничные фирмы и пабы смогут возместить 20 миллионов фунтов, потерянные после отмены Хогманаи. Выступая в эти выходные на BBC Radio 4, национальный директор отклонил призывы перенести уличную вечеринку в Эдинбурге в Хогманаи на апрель, поскольку это слишком рано для массовых мероприятий. То есть апрель слишком рано. Получается так, что до апреля ничего не отменят. Теперь информация для путешественников. Эксперты утверждают, что тесты на ковид перед отъездом для путешественников, которые въезжают в Англию и выезжают из нее, будут отменены на этой неделе. Завтра должна состояться пресс-конференция. Не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на канал для того, чтобы не пропустить эту информацию. Возможно, я выйду в прямой эфир. Все это произойдет, потому что омикрон оказался менее серьезным для полностью вакцинированных. Источники сообщили, что правительство снимет ненавистные ограничения, поскольку им больше не нужны данные о более слабом штамме вируса, который уже широко распространен по стране. На этой неделе министры рассмотрят меры плана «Б» и существующие требования к тестированию на поездки. Ожидается, что многие ограничения, конечно, останутся, но один из высокопоставленных инсайдеров Вайтхола сказал, что тесты перед отъездом будут среди отмененных. Но, скорее всего, их отменят для тех, кто полностью вакцинирован. Все это произошло из-за того, что вчера министры заявили, что в данных нет ничего, что могло бы предположить, что в Англии потребуются дальнейшие ограничения, несмотря на рост числа случаев заболеваний. По словам ученых, во Франции был обнаружен еще один вариант ковид. Мутантный штамм имеет 46 мутаций, которые, как считается, делают его более устойчивым к вакцинам и более заразным, чем исходный вирус. На данный момент около Марселя было зарегистрировано около 12 случаев заболевания, первый из которых был связан с поездкой в африканскую страну, в Камерун. Посмотрите на карте, где находится Камерун и где находится Марсель. Угадайте, кто туда мог вирус этот привезти. Нет, конечно, никаких признаков того, что он превосходит доминирующий вариант омикрон, на который сейчас приходится более 60% случаев во Франции. Штамм был обнаружен 10 декабря учеными из Меддернии Инфэкшн Центра, но с тех пор быстро не распространялся. Профессор Филипп Колсон, который возглавляет отдел, обнаруживший штамм, сказал, «У нас действительно есть несколько случаев этого нового варианта в географической зоне Марселя. Мы назвали этот вариант ИХУ». Так и хочется сказать. ИХУ! Только что были представлены два новых генома. Мутантный штамм имеет 46 мутаций, которые, как считается, делают его более устойчивым к вакцинам и более заразным, чем исходный вирус. Как вы считаете, насколько быстро, на ваш взгляд, этот штамм появится в Британии? Ведь омикрон тоже начался с одного или с двух заболевших. А в целом, мне вся эта ситуация напоминает 2014 год. Заработал. Еще три случая свиного гриппа зарегистрированы в Благовещенске. Специалисты Росприроднадзора сообщили, заболевание выявлено у взрослых людей. Все они были непривиты. Путешественникам настоятельно рекомендуется проверить, не столкнутся ли они с дополнительными сборами в этом году, поскольку плата за роуминг возвращается в несколько сетей мобильной связи. Две из четырех крупнейших сетей Великобритании, ЕЕ и Водофон, вновь вводят плату за роуминг для клиентов, которые путешествуют в Европу. Три компании также намерены повторно ввести плату за роуминг в действие в мае 2022 года. С 3 марта клиенты, которые присоединились или обновили ИИ после 7 июля 2021 года, будут сталкиваться с ежедневной оплатой в размере 2 фунтов за использование своих данных, за совершение звонков или отправку текстовых сообщений в странах ЕС. Так что готовьтесь, скоро будем снова платить сумасшедшие деньги или покупать местные карточки, куда бы мы ни приехали. Мусорные баки и контейнеры для вторичной переработки, а также для сбора банок и бутылок по всей стране переполнены, поскольку острая нехватка персонала, вызванная ростом числа случаев заболевания COVID-19, подорвала услуги не только медиков, но и муниципальных служб. Советы в Лондоне, Глостершире, Саммерсетти и Бекингемшире заявили, что услуги по сбору мусорных баков были сокращены, поскольку рабочие продолжают болеть вирусом, точно так же, как и все семьи стремятся избавиться от большого количества материала после праздничного сезона. Несколько районов Лондона заявили, что в будущем также могут быть задержки с обслуживанием, при этом городские советы Манчестера и Бирмингема также объявили о приостановке и отмене обслуживания, извиняясь за нарушение сбора мусора, за нарушение графика сбора мусора в период Рождества. Да уж, на такую работу нам действительно не хватает роботов, а вообще очень интересно, как праздники, так все начинают болеть. Помните, по понедельникам обычно самый большой процент невыхода на работу из-за того, что болит живот или поднялась температура или еще что-то. К чему бы это? Именно по понедельникам. Мрачные прогнозы. Согласно им, Темза выйдет из берегов. И сегодня Темз-барьер будет закрыт для того, чтобы не допустить, чтобы река не вышла из берегов. На Темзе действует предупреждение, красное предупреждение о наводнении, поскольку ожидается, что уровень воды в реке будет высоким в результате весенних приливов от моста Патни до плотины Теддингтон. Весенние приливы, понимаете, да? Уже у нас весна, хотя обещают заморозки. Но да ладно. По данным агентства по окружающей среде, уровень прилива в Ричмонде вчера был на 4 метра 70 сантиметров выше боевой отметки. Ну, крайне, как они считают. А в 3 часа дня сегодня эта отметка будет на 5 метров и 3 сантиметра выше. В правительственном предупреждении сказано, ожидается затопление низколежащих дорог и пешеходных дорожек, которое может длиться от 1 до 2 часов по обе стороны реки. Затопление недвижимости не ожидается. Мы считаем, говорит правительство, что существует вероятность затопления набережной Патни, торгового центра Чизвик и Стрэнтон-Зе-Грин, банка Тэмс-Бэнк, Мортлэйк, Фрайерс Лейн и Уотер Лейн. Это в Ти-Давл-Ю-9. А также Риверсайд, набережная в Твикинхэме, а также буксирная дорожка под Тэддингтонским шлюзом. Если вы живете в этих районах, то надевайте сапоги. А если вы живете в других частях Лондона или Англии, то или приезжайте туда посмотреть на наводнение, или давайте послушаем, что нам скажет по этому поводу Игорь Павлов. Всем доброго времени суток! Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Можно вздохнуть с облечением. Сегодня дождь будет редким явлением. На всей территории Великобритании будет солнечная погода. Наконец-то все ваши личики будут сиять. Но не обольщайтесь. К этому всему добавится низкая температура и холодный северный ветер. В районе Телфорда даже будет снег. Снеговады пройдут на севере Шотландии. Средняя температура в Шотландии минус 1, плюс 4 градуса. Северная часть Англии плюс 1, плюс 3 градуса. В средней части Англии плюс 2, плюс 4. В южной части Англии плюс 4, плюс 6 градусов. Сейчас световой день постепенно увеличивается. А это значит, что солнца в нашей жизни стало больше. Крепитесь, люди! Скоро лето! Как пелось в одной старой песне скоро, но не завтра. А ровно через 147 дней. Всем хорошего настроения и до скорой встречи в новом выпуске. Вот это уже похоже на свежую информацию. Хотя, как сказал Игорь, дождей не ожидается, но правительство говорит, что ожидается наводнение. Ну что ж, бывает и так. Нестыковки с синоптиками это частое явление. В студии был Олег Хилл и новостей на сегодня больше нет. Встретимся с вами в следующем выпуске, который будет завтра. И завтра, вполне возможно, будет еще один экстренный выпуск по поводу заявления правительства. Так что подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, если хотите получать оповещение о том, когда выходит новый выпуск. Всего вам самого хорошего в этот день. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok